привет меня зовут николай и один из создателей проекта читай быстро в рамках которого мы стараемся понять что же такое быстрое и осознанное чтение иногда мне в руки попадаются книги которые оставляют неизгладимый след и которыми хочется поделиться как можно с большим количеством людей то есть со всеми вами так и появился этот формат 10 фактов 3 задачи из интересной книги сегодня у нас в гостях Малкольм Гладуэлл с его трудом гений и эутсайдеры почему одним все а другим ничего в современной нонфикшн литературе наверняка не осталось человека который не слышал бы про Гладуэлла про его 10 тысяч часов или про теорию разбитых окон про гений и эутсайдеры про переломный момент или что видела собака канадский журналист поп-социолог как он сам себя называет поп-социолог это человек который изучает социологические закономерности на больших выборках и исследует феномен толпы он работает журналистом с 87 по 96 год является штатным журналистом за нью-йоркера работает в вашингтон-посте и в общем-то известен широкой аудитории уже после 2000 года после того как написал свою первую книгу переломный момент буквально спустя пять лет в 2005 году тайм называет Гладуэлла одним из ста самых влиятельных людей мира 2007 он получает премию американской социологической ассоциации и в общем то это за год примерно до происходит до гениев эутсайдеров и буквально через год издает книгу который мы сегодня мы попытаемся с вами разобрать вместе с нами должен но было быть какое-нибудь хорошее вкусное вино но поскольку осень обзоры записываю рано утром просыпаться все сложнее сегодня будет вкусный капучино и много-много работы Гладуэлл в двух словах еще один момент у меня вот в последних нескольких обзорах во взломе маркетинга еще в нескольких книгах меня не покидало ощущение что это такое очень забавное веселое временами интересное попури собранная из разных других источников там цитат исследований других каких-то социологов психологов и разных научных деятелей и вот с Гладуэлом эта история повторяется абсолютно но я и как бы решил что имею право вынести ее в начало и в дисклеймер этого обзора потому что в общем-то многие об этом пишут это не мое какое-то субъективное отношение к нему не критики Гладуэла часто говорят о том что он все-таки остался журналистом он не является каким-то там академическим ученым его очень часто критикуют за вот этот самый журналистский подход билетаристический такой заповерхностный подход за то что он собирает очень много разрозненных фактов и пытается из этих фактов вывести там какую-то теорию упаковывая ее вот в такую обертку в общем-то приемлемую для широкого круга людей ну так ли это или нет это обсудить только вам после того как вы прочитаете книгу в общем-то да еще перед началом хотелось бы сказать что Гладуэл значит вот как я понял основную мысль из этой книги он говорит о том что личность реализуется не только благодаря каким-то врожденным качествам вокруг существует целый набор факторов которые влияют гораздо более чем эти самые врожденные качества и вот правильно найти все эти факторы и применить их на себе или там уже на на своих детях это есть ваша основная задача для того чтобы понять чем гений отличаются от аутсайдеров эффект матфея о котором очень под который очень подробно описывает Гладуэл заключается вот в чем значит наблюдение выглядело следующим образом абсолютное большинство из удачли удачливых игроков в хоккей в канадской лиге родились конкретный месяц там по моему основная часть это январь и в двух примерно равных частях февраль-март то есть 90 процентов всех удачливых хоккейных игроков рождаются в три первых месяца каждого года январь февраль март и мы бы с вами от недостатка информации легко бы это все объяснили астрологии или магии или каким-то магическим созвучием букв в этих первых трех месяцев но на самом деле все оказалось очень просто в канаде которая помешана на хоккей набор детей возрастные группы с каждый в свою возрастную группу заканчивается в один и тот же период 1 января получается что если тебе исполнилось 9 лет до 1 января то ты попадаешь в девятилетнюю группу но если тебе исполнилось 9 лет 2 января вернее тебе исполнилось 10 лет 2 января то ты будешь играть в одной возрастной группе с детьми которыми возможно исполнится 10 лет в июле в августе в сентябре или может быть даже в декабре в таком возрасте разница в один год это очень существенная разница и физической подготовки и в психологической и таким образом получается что по факту те кто родились в январе феврале марте они почти на год старше всех остальных игроков в хоккей в этой группе и это дает им неоспоримое преимущество при тренировках не нужно говорить отдельно о том насколько канада помешана на хоккей и сколько сил и ресурсов вкладывается в подготовку начиная с детского возраста ну вот галдуэлл отмечает тот факт что даже с детьми занимаются лучшие тренеры и как только ты показываешь какие то более менее превосходящие в целом группу физические результаты тебя отбирают сразу в звездный состав и тут более лучшие тренеры здесь более сильные товарищи с которыми ты играешь и самое важное у тебя уже не 20 игр в сезон а 50 70 а для десяти тысяч часов которых мы сейчас будем говорить это категорически важно и очень получается что вот эта небольшая разница на старте в разницу в полгода на 13-14 годам благодаря вот этому обучению благодаря дополнительной практике реально влияет на ваше мастерство и в канадскую хоккейную лигу попадают как правило вот те кто родился в январе и феврале марте и были чуточку старше это впервые заметил социолог роберт мертон и он в общем-то назвал это самоисполняющимся пророчеством это ситуация когда какое-то неравномерное распределение преимуществ ведет к тому что сторона которая уже обладает неравномерно этим преимуществом продолжает накапливать его и дальше то есть тот факт что ты старше всех остальных попал в хоккейную группу тебе уже дает преимущество но именно благодаря ему тренеры обращают на тебя больше внимания потому что больше физически подготовлен и дальше начинают тебя тащить все быстрее и быстрее и ты благодаря этому эффекту матвея матвея получаешь все больше шансов на на дальнейший успех такое так называемое самоисполняющееся пророчество очень интересная штука с той точки зрения не в том смысле что делайте так чтобы ваши дети рождались в январе феврале или марте а в том что обратите внимание на феномен вот этого самого неравномерного распределения преимуществ даже тот кто никогда не читал гладуэла или отдельно гений аутсайдеры наверняка слышал про правила десяти тысяч часов а если не слышали то сейчас две минуты и сможете щеголять в любой компании когда речь зайдет о гладуэле говоря а ну да это тот самый который писал про десять тысяч часов но он приводил в пример студентов скрипачей но я думаю что я уверен что этот тезис применим вообще к любой профессии к любому делу которым вы занимаетесь хоть это не так уж и просто для того чтобы стать экспертом в любой отрасли вам нужно десять тысяч часов я слышал очень разные вариации этого правила и про десять тысяч часов полета на самолете и про десять тысяч часов игры там футбол и всего всего чего угодно ну да да думаю что это работает 10 тысяч часов конечно это очень условная цифра с той точки зрения что в каком-то узкой нишевом направлении вам возможно понадобится гораздо меньше времени но здесь смысл в том что опыт и экспертность вернее не так экспертность она приходит только с опытом опыт возможно получить в результате монотонной скрупулезной постоянной работы десять тысяч часов при полном рабочем дне это на секундочку ну вернее при полном рабочем дне и сорока часовой рабочей недели это получается ну почти опять пять лет до пять лет то есть если вы будете заниматься каким-то делом с нуля на работе вот никогда в этом не знаю не точили сложную деталь на станке то вам понадобится пять лет полный полного рабочего дня для того чтобы стать экспертом в этом деле об этом нужно помнить с той точки зрения что как горит русская народная пословица терпение и труд все решают ай-кью не всегда означает возможность его практического применения да мы всегда восторгаемся теми кто проходит ай-кью тест там на условные 140 200 баллов но вот как раз льюис терман в двадцатые годы двадцатого века доказал что иногда с практическим применением этих знаний нет не имеет ничего общего терман отобрал некоторое количество там по моему чуть меньше двух тысяч человек с выдающимися интеллектуальными способностями и на протяжении всей жизни следил за ними и отслеживал их жизненный путь смотрел в общем то какие у них значимые события случаются он хотел доказать что значение коэффициента интеллекта ай-кью к которому мы привыкли она имеет преобладающую роль в жизненном успехе человека иными словами чем ты умней тем ты успешней и в общем оказалось что четкой корреляции нет вплоть до того что некоторые там некоторых можно смело было называть неудачниками некоторые достигли определенных успехов там в бизнесе в науке в юриспруденции в писательстве почти никто не стал фигурой национального масштаба был приличный доход были бедные в общем очень разрозненная получилась история и тогда терман вывел так называемую чтобы закончить это исследование на какой-то позитивной ноте он вывел так называемый практический интеллект это вот то самое что отличает успешных людей от неуспешных с одинаковым коэффициентом интеллекта способность применять терман описывает это как знание того что когда и кому сказать а также знание того как с помощью этих слов добиться максимальных результатов терманы гладу говорят о том что практически интеллект он формируется то есть если за мы мне кажется что вот в более современных работах это очень часто еще связано с эмоциональным интеллектом то есть умение просто распоряжаться теми знаниями которые у тебя есть умение их применять и гладуэл говорит что это вся история формируется то есть за обычный интеллект должна отвечать должна отвечать классическое образование должна отвечать школа должен отвечать университет, а вот за практический интеллект или за эмоциональный интеллект, так называемая бытовая сообразительность, она должна формироваться под внешним влиянием, в первую очередь под влиянием семьи. И под это, в общем-то, подтягивается следующий тезис Глодуэллской книжки «Обучение детей». Оно может быть естественное, а может быть совместное. Исследовали то, насколько дети становятся успешными, насколько они становятся улыбчивыми, как молодой человек с сердцем на этом слайде. И оказалось, что те семьи, которые перекладывают ответственность за воспитание на школу, на какие-то кружки и секции, и университет, эти семьи исповедуют естественное обучение детей. И, в общем-то, такая история, она больше присуща низшему и среднему классу. Обеспеченные родители в Соединенных Штатах Америки лично общаются с ребенком. Они, ну как бы, они отдают его тоже на кружки, но стараются сделать так, чтобы дома у ребенка было продолжение этих кружков, был искренний интерес к тому, что он делает. То, что Глодуэлл называет естественным обучением. То есть, когда, ой, вернее, то, что Глодуэлл называет совместным обучением, когда вы, как родитель, принимаете, в общем, не перекладываете свое... Короче, если очень просто это объяснить, школа не решает, и даже кружки и секции не решают. У вас все равно должна быть ваша зона ответственности по обучению, зона ответственности по привитию тех качеств, черт характера и всего остального, что хотели бы вы видеть в своем отпрыске. И, в общем-то, с годами это все сложнее делать, потому что у нас все меньше времени, вокруг все больше решений, которые позволяют сдать ребенка рано утром и получить его назад поздно вечером. И, в общем-то, совместное обучение оказывает все большее влияние на людей. Ум, усердие, талант – это очень хорошо, но должна быть благоприятная обстановка. Ну, Глодуэлл говорит вообще о макропоказателях, он говорит о том, что каким бы вы ни были умным и насколько бы вы ни были усердным, если вы будете, так вам повезет жить в зоне военного конфликта или во время Великой Депрессии, то ничего, это не имеет никакого значения, потому что существуют обстоятельства макроэкономического порядка, ну или макрообстоятельства, на которые вы повлиять не очень можете. Я бы сюда еще, к экономически выгодному положению и примеру успешных людей, отнес бы наше умение выстраивать связи. Вот одной из следующих книг будет история про «никогда не ешьте в одиночку», это то, что говорит нам о том, что мы среднеарифметическая пятерых, шестерых людей, которые нас окружают. Поэтому, окей, если у вас есть ум, усердие и талант, но, пожалуйста, озаботьтесь тем, чтобы вокруг вас была нетоксичная среда и развивайте, кстати, свои способности как культурное наследие. Это очень простой, одновременно очень сложный тезис, его суть в том, что традиции, даже давно забытые, они накладывают отпечаток на сознание людей. И выходцы из той или иной местности, они обладают отличительными чертами характера, например, в Азии возделывание риса приводит к склонности к математическим наукам, потому что оба эти занятия, ну, хоть это и не очевидно сразу, но они требуют неустанной и кропотливой работы. Иными словами, существуют нации, которые в ходе там социокультурного какого-то развития получили преимущество в способностях как культурное наследие. Например, если вы хотите развивать креативность, то это, и там успешность в бизнесе, надо ориентироваться на американцев. Если вы хотите взращивать в себе трудолюбие, скрупулезность и такое методично-монотонное отношение к работе, то это, конечно, азиатский подход. Если вы там хотите, например, делать какие-то очень красивые вещи, это итальянцы. Если вы хотите делать очень вкусные вещи, это французы. То есть вы можете сразу, обозначив, ну, как бы я для себя какую практическую ценность из этого факта вынес, что если вы для себя обозначите точку применения ваших усилий, обратите внимание, кто в мире делает это лучше всех остальных и постарайтесь перенять в том числе и традиции этой социокультурной группы для того, чтобы получить вот тот самый отпечаток на сознание людей, который позволит вам развиваться быстрее. Индивидуалисты и коллективное сообщество, ну, это такой пробросочный тезис про иерархию власти, про то, что существуют группы, в которых иерархия и культуры, в которых иерархия ценится достаточно высоко, не подвергается сомнению, а некоторые хотят быть более независимы. И понятно, какие отпечатки накладывают вот тот или другой подход на людей как на личность и на формирование индивидуальных черт характера или на коллективные какие-то сообщества. Если вам повезло жить в той стране, которая позволяет вам воспитывать те качества, которые вы бы хотели в себе воспитать, вы хотите быть индивидуалистом и живете в Соединенных Штатах, окей, или вы хотите воспитывать в себе чувство локтя и живете в России, окей, но если вдруг это не совпадает с теми ощущениями, которые есть у вас внутри, то стоит принять вот этот вот тезис про индивидуалистов и коллективное сообщество и подумать, может быть, стоит поменять место обитания. Самолеты сами по себе не падают. Очень прикольный тезис про аварийную, ну как он в общем вовсе не прикольный, но как кейс, аварийная ситуация в кабине, когда не бывает чего-то, ну какого-то одного фактора, который привел к этой аварийной ситуации. Здесь и стресс, и неразвитые коммуникативные навыки, модель поведения, и все-все-все накладывается одно на другое и случается авария. То есть падение самолета или любое другое событие, сильно влияющее на вас, это, как правило, совокупность каких-то мелких факторов, это как пазл, который в момент просто складывается из нескольких десятков, сотен или тысяч кусков и случается то, что случается. Важно уметь вовремя отследить эти моменты, когда они собираются в один пазл, ну и если вы не хотите собирать этот пазл на примере аварийной ситуации в кабине, то вовремя распознать и разобрать его на составляющие, убрав какие-то из причин, там стресс, модель поведения или что-то другое и не дать событию случиться. Два последних тезиса очень близкие по своему содержанию. Где-то недавно только читал цитату про то, что найдите в каком-то наверняка из пабликов о успешном успехе ВКонтакте, найдите любимое дело и вам никогда в жизни не придется работать. Это вот факт, который описывал Глудуэлл в книге. Вы не видите перспектив, это не важно. Важно, чтобы вы получали удовольствие и еще, кстати, важно, если вы делаете для себя какое-то полезное дело. 90, окей, 70% успешных стартапов начинались как решение своей собственной проблемы, задачи. Что-то нужно было вот создателям этого стартапа, нужно было решить какую-то свою задачу. Они поискали, что решения нет и, в общем-то, начали его делать и в результате получалась какая-то очень крутая история. Очень редко получается крутая история, когда вы сразу заточены на то, какой процент прибыли будет в первый год. Во второй, конечно, это тоже важно, но если вы занимаетесь по-настоящему любимым делом, вам будет очень тяжело выгореть, перегореть и поэтому вы сможете протянуть гораздо дольше, чем человек, который в этой же нише, этим же бизнесом занимается, но при этом это его нелюбимое дело, он просто решил, что это путь к быстрому обогащению. В любой момент, особенно сейчас, в 21 веке, когда все на ладони открыто и на расстоянии вытянутой руки, ситуация может измениться и ваше хобби обычное может стать достаточно прибыльным делом, а если вы к тому моменту налетали уже 10 тысяч часов и являетесь экспертом в том, что вы делаете, то эти невидимые перспективы очень быстро превращаются в видимые. Но важно, чтобы при этом это был не какой-то коэффициент бурного бездействия и не перекладывание из одной коробки в другую методично, еще одной коробки, но поменьше. Работа должна быть содержательной. Определение содержательной работы по гладуэлу – это то, что приносит вам удовлетворение после приложенных усилий. Если работа или любимое дело, которым вы занимаетесь, не требует от вас дополнительных усилий, вы не выходите, не люблю эту фразу, но не выходите минимально из зоны комфорта, значит, рано или поздно она вам надоест, станет рутиной, и вы, в общем-то, не будете чувствовать никаких эмоций по отношению к этой работе, и она перестанет быть содержательной и, собственно, закончится. Только в тот момент, когда вы преодолеваете трудности, вы развиваетесь как личность, вы растете сами над собой, и если вот эта содержательная работа совпадает с вашим любимым занятием, то все очень круто получается, вы кайфуете, вы постоянно развиваетесь, и рано или поздно вырастаете в эксперта, успешного, и все. Если вы первый раз смотрите обзор книги в формате «10 фактов, 3 задачи», то наверняка не знаете, что это все, все то, что я сейчас проговариваю. Я перед этим, когда читал книгу, записывал в букнот, блокнот для осознанного чтения. Тут 100 страниц, они специально так размечены, чтобы вы могли, вот на третьей слева картинке, вы можете увидеть, что они размечены так, чтобы вы могли записать книгу, которую вы сейчас читаете. Кружочек в правом верхнем углу позволяет вам разными цветовыми решениями отнести к книгу, или к психологии, или к бизнесу, или к воспитанию детей. Потом вы выписываете основные факты, и на основе этих фактов формируете три задачи, которые вы должны пойти и сделать. Не мысли, не какие-то цитаты, а именно задачи, которые вы должны пойти и закрыть после прочтения этой книги. В конце каждой страницы есть совет по скорочтению, мы ведь читаем быстро, и есть теплые чехлы, есть карандашики. В общем, такая история, которая позволяет вам гораздо лучше структурировать информацию полезную из книги. Три задачи. Значит, больше времени уделять совместному воспитанию детей, вернее, одного дитя, и добавить содержательную работу дома. Конструкторы, поделки, какие-то мини-изобретения, в общем, заставлять его в хорошем смысле и развиваться дома после всех кружков и занятий в садиках и школах. 10 тысяч часов для нового направления. Это, конечно, страшно, потому что это пол жизни, но слона нужно есть по кусочкам. Значит, выбрать направление, в котором я уже развиваюсь, и дожимать его в рамках фрагментарной рабочей недели, один-два рабочих дня. Ну, в общем, идеально было бы, конечно, посвятить этому вырабатыванию навыков в рамках 10 тысяч часов записи обзоров, чтобы перестать быть косноязычным и записывать их хорошо, красиво и интересно. Не уверен, что получится у меня четко зафиксировать те самые 10 тысяч часов, но надеюсь, что это получится, и, в общем-то, или выбрать какую-то дополнительную еще направление, в котором я уже что-то знаю, чтобы эти 10 тысяч часов не заняли у меня 10 лет при вот этой самой фрагментарной рабочей неделе. Ну и в очередной раз большими красными буквами заниматься только любимым делом. Например, записывать обзоры книг и пить вино, а не какой-то капучино, хоть он тоже очень вкусный. Это был проект читайбыстро.буква.info. Канал, колокольчик, лайк, подписка, коммент, шер, репост, перешер, перерепост. Все то, зачем вы приходите на YouTube обычно. Если захотите проверить скорость чтения у нас на сайте, это можно сделать бесплатно по адресу буква.info.info.com. Читайте текст, отвечайте на 10 вопросов, получайте сертификат с реальной скоростью чтения, помноженной на коэффициент осмысленности. Там очень интересная схема, но в общем, почитайте, если будет интересно. На блоге у нас буква.info.info.com можно почитать про блокнот, про рабочие тетради для развития скорочтения, про все то, что позволяет вам читать чуточку быстрее, значит, выделяться среди всех остальных конкурентов в том, чем вы занимаетесь. Быть чуть быстрее, чем они, и чуть быстрее стать успешным и пройти свои 10 тысяч часов. И буква.info.info.info, в котором периодически выкладываем фотографии с процессами разными, которые у нас тут внутри происходят. Иногда разыгрываем книжки, иногда разыгрываем букноты. Такая вот история. Впереди никогда не ешьте в одиночку, впереди еще несколько полезных и, надеюсь, интересных книг. Все как всегда. Читайте книги, слушайтесь маму. Хорошего вам дня. Пока.